Худшие компании, от которых не стоит покупать девайсы в 2023 году Окей, можно посмотреть Так, от каких же компаний не стоит покупать девайсы в 2023 году? Чисто гигачат Xbox чат Бесплатная альфа-карта возвращает деньги Крутите барабан супер кэшбэк Не хочу крутить барабан Физпек, буквально пару месяцев назад мы с вами говорили о лучших компаниях От которых какой бы ты девайс ни взял, ты получишь отличное качество за приемлемые деньги И одним из условий в том ролике было, если он вам зайдет, то будь вторая часть только уже про худшие компании Видосик вам зашел, а значит время пришло Бля, отвечай, тут будет Razer Но для меня этот ролик очень опасный, потому что, во-первых, я, естественно, больше никогда не смогу сотрудничать с этими брендами, хотя оно мне не надо Другая более серьезная проблема, это то, что у вас, у моих подписчиков, скорее всего, есть девайс от того бренда, о котором сегодня пойдет речь И очень много появится обиженных людей Поэтому я обязан сделать дисклеймер Если ты впечатлительный молодой человек, который обладает девайсами из этого ролика И ты с пеной вот так собираешься доказывать мне то, что я не прав Коменд открытый, ничего не удаляю, окей Но не нужно обижаться на меня за мое мнение, а игнорировать объективные факты, о которых сегодня пойдет речь Да, гай, ставьте лайк этому стриму, это очень сильно помогает И залетайте в телегу, группу ВКонтакте и Дискорд Потому что там сидят настоящие геймеры И там мемы и прочие общения и все дела Поэтому, да, оставайтесь в нашем геймерском комьюнити Давайте докатим количество лайков до косаря, чтобы я пошел нахуй Сразу хочу ответить на аргумент по типу Да, я купил, да, дороговато, но все работает, мне нравится Этот ролик делается не для таких, как ты, а для людей, которые не хотят совершать ошибки в будущем при покупке нового девайса Тем более половина компаний, о которых сегодня пойдет речь, раньше были нормальные Просто со временем потеряли актуальность и дико скатились на фоне более выгодных конкурентов Именно с такой компанией я хочу начать, на которой я сам попался Это HyperX Для начала расскажу небольшую историю, что меня конкретно связывает с этим брендом Когда я только начинал свой ютуб канал, мне нужно было приобретать себе нормальный плюс-минус девайс Первые наушники, которые я полноразмерно купил, были от HyperX В семнадцатом году среди геймерской гарнитуры, по сути, до конкурентов не было Если ты хотел за 6 тысяч пойти и купить плюс-минус нормальный Так 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 Да как я скатился, иди нахуй Ну да, я скатился, ну да Ну да, да, окей, ты прав, я скатился Долго, пока мой ютуб канал не вырос, и HyperX сами не пришли ко мне за рекламой Их новая клавиатура, которая коллаборация знаки Сейчас вы на экранах ее у себя видите Была неплохая клавиатура, опять же, потому что, наверное, коллаборация И плюс она была лимитированная, но стоила, правда, дофига Тогда мне хотелось очень сильно полный комплект, что очень большая ошибка Но я купил себе оверпрайсентную HyperX Pulsefire Surge И еще в будущем ко мне опять приходят за рекламой новые мышки, которые называются Haste С проводом Flex Держу в курсе, этот провод начал рваться и умер через полтора месяца И эту мышку теперь сняли с продажи, она вообще нельзя купить Наверное, поняли свои ошибки И когда я переехал в Клининград, мне нужно было где-то взять ПК, чтобы делать видосики Я нашел на Авито выгодное объявление с компьютером и с полным комплектом девайсов Если что, компьютер был на Авито самый дешевый, а девайсы вообще шли в подарок Поэтому тут претензий к человеку никаких нету, зато какие они плохие Но тогда я впервые увидел, во что превращаются девайсы HyperX спустя время Внимание, перед вами клавиатура, которая называется HyperX LofiPS Pro Для профессионалов на Авито LofiPS Верное, я не знаю, настолько убогих кикапов я не видел даже в дешевых китайских клавиатурах Чтобы вы понимали, я этой клавиатуре полтора года У нее полностью стертые кикапы У нее металлическая вот эта штука просто отлезла и начала ржаветь А shift работает через раз Внимание, клавиатура за 7000 рублей И вот что стало у обычного пользователя спустя полтора года Практически сразу я купил себе ZBlade за 3500 И об этом еще был ролик И эта клавиатура была на несколько голов выше, чем эта HyperX убожественная Вы думаете, это все? Не, мышка, сирочка, которую я покупал себе еще в тижине, чтобы полный комплект собрать Здесь тоже она была И вот что с ней стало тоже через полтора года Облез просто полностью провод И колесико мыши перестало нажиматься Бля, я не знаю, короче, зачем покупать все эти бренды Когда есть одна компания, которая вообще никогда не подводит Что ты не купишь от Blady A4 Или 4А, или как там эти, блядь Blady, короче Которые в Nvidia всегда продаются Как самые дешевые игровые Что бы ты не купил от Blady Оно, блядь, будет работать Оно будет работать охуенно Я не знаю, каким образом Но Blady действительно всегда Мышки, клавиатуры, наушники Блядь, что бы я не покупал от Blady Если у меня что-то ломалось Я такой Я иду за новой Blady А единственный раз у меня Blady сломалась Когда я ее об стену ебнул И вот тогда пришлось новую покупать Но я тогда в Сидж играл Чтобы вы понимали, я всегда нажимаю на колесико мыши Чтобы открыть какие-то новые вкладки И при этом, когда ты скроллишь этим колесиком У меня даже видосики сохранились Другу записывал О, у тебя телепортируется это все дело Вы скажете, это частные примеры Неаккуратные пользователи Вот это все, но ужасный кейкап Будут на абсолютно любой клавиатуре, которую вы купите от HyperX Переплатите в два раза Вы тоже за любой девайс, который вы купите у HyperX И это, кстати говоря, самое главное претензии Их девайсы безумно дорогие Они себя позиционируются как премиум бренд Покупаешь качество Но качеством вообще не пахнут Посмотрите еще раз на эту клаву 7000 рублей, напоминаю, в России Спокойно можно пойти купить Dark Project Или какой-нибудь Red Square K-RX-TPL Прямо сейчас вы можете зайти в DNS Посмотреть девайс от HyperX Допустим, мышки Это будет самая легкая Чтобы просто понять, насколько ты переплачиваешь Увидеть центр определенный Микрики определенные А потом взять и то же самое найти AdGaming И точно такая же мышка С такими же характеристиками Будет стоить в полтора-два раза дешевле Покупай HyperX Ты покупаешь логотип HyperX А самый большой скам населения Происходит в разделе микрофоны Сейчас вы будете наблюдать Самую грязную маркетинговую уловку За всю историю игроков в девайсе Они сделали просто гениальную штуку Взяли и сделали самый обычный микрофон Но с подсветкой И это сработало Абсолютно каждому блогеру Стримеру, даже маленьким Они заслали этот микрофон Тебе не нужно ничего делать Ты просто пользуйся им Пусть он находится у тебя в кадре Он сам себя продает Никогда в жизни не видел прямой рекламы этого микрофона Всегда только слышал от блогеров Что мне его выслали И все А что еще надо? Подписчик смотрит своего любимого ютубера Или стримера Видит вот эту светящуюся штуку Которая привлекает на себя внимание И идет гуглить Смотреть, что это такое Себе такое хочу И вот в чем проблема Микрофон-то неплохой, да Но существует Fifine Upline Game A8 Которая стоит 3500 Бля, ну чел Ну, как бы Fifine, конечно, существует Но, блядь Я Fifine никогда не пользовался Вроде Считается, короче, что лучшие USB микрофоны Это Blue Типа Yeti Это HyperX-овский Quadcast И плюс еще этот есть От Elgato пиздатые микрофоны Но их почему-то в России никогда не завозили Тоже имеет подсветку И тоже мутится сверху вот так вот нажатием Переплата в 5 раз И только из агрессивного маркетинга Не знаю, тут надо тесты голоса смотреть на самом деле Типа он говорит, что это буквально то же самое Но, типа, надо тесты звука смотреть Потому что, типа, дешевый микрофон Хуй знает как По надежности и по прочему Потому что хомячки покупают себе Логотип HyperX, как у блогеров На ютубе, к сожалению, нет прямого сравнения Плайнгейма и HyperX WorldCast S Но, если под этим роликом Каким-то образом соберется 80 тысяч лайков Потому что, извините меня Я не хочу тратить 18 тысяч просто на говнище Но если тут соберется столько лайков То я куплю себе это говно И докажу вам, что Fifine лучше Еще один забавный моментик Прямо сейчас у вас на экране два скриншота Коврик от HyperX и коврик от Z Типа, да, топ за свои деньги Я не знаю Типа, микрофоны это очень тонкая тема Гейминг абсолютно одинаковые материалы USB микрофоны, они Ну, типа, у USB микрофонов Есть определенный потолок качества Вот ты в этот потолок качества Упрешься в какой-то момент, да То есть, типа И дальше только вот такие XLR микрофоны Которые, на самом деле, можно даже дешевле Покупать Ну, если ты разбираешься в звуке Но я себе, блядь Я что-то переплатил, конечно Вот, но USB микрофоны Опять же, надо понимать то, что USB микрофоны Они, у них есть определенный потолок На котором они норм И дальше уже идет Намного более расширенная звуковая тема Z-теминг даже побольше будет За ссанный логотип Ты переплачиваешь 2000 рублей Задумайся Раньше HyperX хотя бы ради наушников Можно было брать Сейчас же у них даже Они плохие на фоне конкурентов Опять же, в 23-м году Ничего от HyperX нету хорошего До жопы жадная оверпрайс-компания Которая только агрессивным маркетингом Может продавать свои товары Если у тебя есть девайсы от HyperX Или были когда-то Обязательно напиши в комментариях Свою историю взаимодействия Мышки это чисто вкусовщина Я просто видел Ну, блядь Я, кстати, тоже купил себе мышку Из-за того, что Ну, она была у блогера То есть вот это вот Logitech G Pro Wireless Я даже переплатил За более крутую модель Потому что Да, Logitech G Pro Wireless Потому что она у Шрауда была И, сука, когда я купил себе эту мышку Шрауд поменял, блядь, на новую модель Какую-то супер-мега-легкую То есть это, типа, такая Нормального веса А у него такая какая-то Супер-мега-легкая такая же Пиздец, мне было обидно Подействие с этим брендом А всем тем, кто будет защищать HyperX и говорит Что переплата стоит своих денег Да у меня все работает нормально Очень хочу подождать Немножко времени Пока вы купите нормальные девайсы Я уверяю вас Вы поменяете свое мнение Бесплатная альфа-ката Возвращает деньги Блядь, че, еще раз Окс Смотрите, в чем прикол Ты покупаешь какой-нибудь девайс От Logitech Давайте вспомним мышку Прекраснейшую G102 Prodigy Которая была просто С великолепившим сенсором Меркури И стоила копейки Все ее брали Все радовались Все были довольны Но потом произошло Что-то непонятное Они взяли и обновили ее До лайтсинка Теперь, дорогой покупатель У тебя есть RGB-подсветка И разные красивенькие цвета У этой мышки При этом мы сделаем ее На 50% дороже И поставим хуже сенсор Бабки-бабки-бабки Оказывается, мы полстраны Подсадили на форму G102 Жиза С иглы У меня мышка От Blood С 2013 года Жива У меня Из брендовых вещей Только Моник От Samsung Кеды Сагадев Вместо Двух Моников Купил один Ну как купил Подарили Разделил на два Пипец Суббодно Да и в лоле Сосать приятнее Ммм Ай, людям нравится так Ну да, с мышками Типа Не, если тебе не нужен Какой-то там Супер DPI Там, ты не киберспортсмен Какой-то тебе Нахуй не нужны Там крутые мышки Ой, маленький кусок мыла Давайте сделаем Беспроводную мышку В такой же форме Но поставим в нее Сенсор Hero Просто, чтобы вы понимали У этого сенсора Чуть ли не самая большая задержка Среди беспроводных игровых мышек Ой, наши беспроводные мышки Что-то не особо хорошо покупают Но наши склады Все переполнены Нашим прекраснейшим Сенсором Hero Давайте сделаем Гениальную штуку Создадим проводную мышку С беспроводным Сенсором Hero Гениально Наверное, так и создали Мышь X7 Это та же Блади До того стала известной Родители подарили в 12-13 лет Мне скоро 30 Мышь жила с ней и все Да, да, да То же самое Я сестре, по-моему, отдал эту мышку Чтобы понимать А, не, не, ей купили новую И когда ей пользовался У меня задержка не была больше, чем на воде Сейчас Razer'овская беспроводной Просто вдумайтесь На проводной мышке Задержка больше, чем на беспроводной И при всем этом трэше, который я сейчас вам перечислил У них существует Logitech Pro X Superlight Который сейчас является чуть ли не эталоном Среди беспроводных мышек Да, там тоже стоит сенсор Hero Да, 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 вот это Superlight А я, типа, прошлую версию купил У меня, типа, супер-хард, блядь Я понимаю, обновленный, типа, другой DPI Совершенно другой сенсор Я этой мышкой не пользовался Но много знакомых друзей подписчиков Ей пользуются, говорит, задержки нету Так же карману, я полностью доверяю Говорит, что мышка прям бомба Даже были подписчики, которые были обладателем И Ultimate, которая у меня Razer'овская И Logitech'овская мышка И говорят, что задержка у них одинаковая И из этого могу сделать вывод, что он реально является эталоном Но вы понимаете саму суть Да, они обосрались практически во всех мышках Но сделали одну просто бомбической Классной и крутой С наушниками тоже все очень странно То у них Logitech'e G Pro X Это калька на Клауды от HyperX То выпускают вообще непонятного круто Монстра себе на голову Большого и тяжелого Который ни один здоровый человек себе не напялит, мне кажется Да и в целом выпускают что-то либо очень посредственное Либо очень странное Что, ну, особо никому не заходило Но потом у них как-то получается нащупать почву Выпускают Logitech'e G733 И людям нравится Они это видят и начинают дорабатывать эту тему И из 733-х получается G435 Отличнейшие наушники Прямо сейчас в них сижу Все мои друзья на них сейчас сидят Видос про них делал Они получились гораздо дешевле Дизайн людям больше нравится Потому что они прям такие минималистичные Легенькие, классные У них офигенный шарнир Офигенное качество звука Наименьшая задержка Вообще в них все прекрасно за такие деньги И по сути, если ты сейчас хочешь лучше Бесправную гарнитур Ты либо берешь 733-е Они такие более массивные У них есть микрофон чуть получше И дороже они стоят Но я советую все-таки 435-е Прям бомбические наушники И вот мы закончили с наушниками Вы понимаете, да, чем пахнет? То есть что в мышках у них есть куча говна Но при этом есть одно золото Что с наушниками тоже было полное лютое говно Но есть золотые прям реально наушники А что же там с клавиатурами? Вот тут пока что все грустно Нет ничего интересного Они пытаются вывозить за счет каких-то крутилок Регуляторов громкости Каких-то низкопрофильных клавиатур за 20 тысячу Но в целом какую-то вот прям хитяру Как с наушниками или с мышками Они еще не тропнули Поверьте мне, держите мои слова Вот прям вот в будущем Что-нибудь и в мире клавиатур от Logitech Прям классная появится Это наверное сейчас выглядит так Как будто я хвалю Logitech Хотя у нас видос про худшие компании Но да, Logitech это одна из худших компаний Большинство ее решений максимально странные и нелепые Много девайсов она просто похоронила Своими странными решениями Хотя идея была неплохая И среди кучи непонятных решений Есть прям золотые артефакты Вот они стоят своего внимания Но в целом компания очень странная И тут явно неприменимо фраз Бери себе что-нибудь от Logitech и не ошибешься Каждому кто досмотрел до этого момента Собирается оставить комментарий Предлагаю написать Так блять нет таких компаний Ты ну типа надо Понятное дело разбираться Смотреть обзоры Нормально это или нет То есть Ну он говорит Logitech Ну вот эти наушники у них пиздатые Вот эти А эти вот Ну что-то форма у них какая-то не такая Как мне хотелось бы Худшая компания Блять пиздец Я не знаю Ну что-то у них там с сенсорами Он говорит что-то было Ну было и было Хуй знает В конце своего предложения Чтобы отдать дань уважения G102 Что-то там с какой-то мышкой Какой-то сенсор был Все Компания Говно блять Вроде же Следующая компания В которой не стоит покупать девайсы Это Razer Вы сейчас скажете Погоди У тебя она была в лучших компаниях Да направление с веб-камерами И бюджетными мышками У них прям просто великолепное И в том же ролике я и сказал Что у них есть куча Оверопрочного говна Об этом я думаю даже не стоит говорить Каждый знает Razer Как об очень накрученном бренде Например Покупай клавиатуру Ты платишь не за качество Самих материалов Там стабы, смазки, свечи Всякие кикапы Ты платишь именно за какие-то Фишки Razer Например подсветка Мы сделали свои особенные свечи Хотя на деле непонятно Чем они лучше остальных Ну и здесь на коробочку И комплектацию А еще мы тебе сделаем Подставку под ладонь Которую никто не пользуется Но накинем пятерек сверху Я делал ролик на канале Про самую дорогую мышку С ДНС АВС Самая дешевая И вот я получается Пользовался этой Razer Viper Ultimate Cyberpunk Edition На протяжении всего этого времени До сегодняшнего дня Что мне за новая мышка Узнать в следующих роликах Чтобы ее заново включить Мне приходится ее подключать По проводу Потом отключать Подключать по беспроводу Только чтобы она Переподключилась Как-то там внутри Фигу возряжается Иногда отключается Но пользоваться можно было Но финальной каплей стало Когда просто сломалось Колесико мыши Теперь Блин, это хуево Привет По твоему мнению В какой последовательности Лучше играть в серию МГС Включая Metal Gear 1 Плюс 2 И 5 Чувалькир Просто собираюсь Metal Gear Solid Легач И чолич Тион По порядку По порядку 1-5 Ну кстати У меня наушники от Razer Они мне нравятся Но мышку от Razer Я бы, наверное, не брал Тай, она может пролистать вверх Или просто остановиться на месте В общем, колесико Пришла хана Вы видите на своих экранах На секундочку Мышка стоит 13 тысяч рублей Не прошло даже года Она у меня сломалась Сейчас Razer вообще начала Делать странные вещи Существует такая компания Как Elgato Думаю, вы знаете Она делает Вот эти стримдеки Кнопочки классные Она же У Elgato охуенные микрофоны К сожалению, в СНГ Я таких микрофонов не видел Это топ микрофоны С топ программным обеспечением Которые вообще Супер охуенные То есть все обзорщики говорят Что вот это Лучший микрофон USB-шный Который можно найти на рынке Делает самый популярный Переходник Камлин Который позволяет Подключать камеру К компьютеру От Elgato У меня вот эта необычная Низкопрофильная стойка Которую вы также Видели в моем ролике Про ром-тур Также у Elgato Есть специальный свет Который сделан для стримеров Чтобы ставиться за монитор И они делают кучу всего Такого необычного Специализирующейся Но свет у них Признаем честно Оверпрайз пиздец На стримерах Так вот, все что я сейчас Причислил Рейзер просто взяла И скопировала Я не думаю, что у какой-то еще Компании в этом мире Хватит наглости Настолько нагло Чеканой монетой Чеканой монетой Ооо Привет Друг начал стремить Разыгрывает бабки Постоянно Канал Бармин Лудамин Пытается стать стримером Кому не сложно Зайдите поддержите Сори за рекламу Не самая лучшая трата Трехсот рублей в твоей жизни, братан Я тебе так же скажу Спокойной ночи, не Ореска Три года на такой мышке Но не ограничение издания Док-станция говно Но в остальном шикарная Мгг Блин, кстати Когда у меня Был только ноутбук Я купил себе одну хуйню Короче У меня была такая проблема Помните, когда я Плейстейшн 5 покупал Через ваши донаты Для того, чтобы постримить Бету колды Играю в колду на Точпаде Ебал я ваш этот киберспорт Хороший стрим Спасибо, спасибо Короче Когда Мы Покупали Плейстейшн 5 Надо было как-то стримить Колду с Плейстейшн 5 И тогда Я искал карты захвата Которые есть в Тбилиси Потому что Ну, у меня не было Еще моего компаса Хорошей карты захвата От Эльгата Единственная карта захвата Которая была в городе Я даже не знал Блять, что они их делают И называется Razer Делает, блять, карты захвата Типа, прикиньте То есть Это была единственная Карта захвата в городе То есть карта захвата По сути позволяет вам Брать HDMI от консоли Вставлять его Типа И по USB-шнику Все это переходит в комп А второй HDMI идет в экран Что вы могли играть А через USB-шник Вы можете это переводить Все в OBS И просто стримить Типа игру с консоли Пиздец Как же эта хуйня Меня спасла У нее, конечно, были Траблы со звуком Но я удивлен, что Типа Razer делают Ну, блять, карты захвата Во что они только не ввязались Оказывается Это полный пиздец Сейчас я быстро поссать, пацаны Короче, да В плане наушников Я обожаю наушники от Razer И вот эти вот Вот эти вот штуки Которые сверху Это вообще топ-тема Потому что Ну, типа Они ставятся на любые наушники Эти ушки У меня, по-моему, уже Года четыре, наверное Но учитывая, что Эльгата не представлена была в России В принципе, как бренд Если Razer делает что-то на их уровне То почему бы и нет Подводя итоги по самому Razer И ориентируясь на прошлый видос про лучшие То, что Эльгата тоже блядский Ну, пиздецкий оверпрайс Но это оправданно с какой-то стороны Потому что никто не делает Такие пиздатые карты захвата Как Эльгата А Вермедия что-то пытается Но Эльгата всегда были впереди Вот Но касательно всей вот этой вот хуйни Для стримеров Они там, по-моему, даже этот Вот эти вот губки Чтобы на стену вешать Для звукоизоляции Ну, или там Чтобы звук от стен не отпрыгивал Они их там за какие-то бешеные цены Продают как какой-то премиум товар Ну, короче, Эльгата Это Apple стримерского мира Я бы так сказал Хочу сказать, что у Razer Все так же остаются Прекраснейшие вебки А Razer это как Samsung Типа того, блядь И прекраснейшие мышки Вот эти Desider Mini И Viper Mini Все остальное покупать ни в коем случае То есть тоже дорого Но на блядском Android Не стоит Если ты, конечно, не готов переплачивать За просто логотип За просто красивую коробочку И какие-нибудь фишки А-ля наша прекраснейшая подсветка Хрома Которая только самому Razer Известно почему Их подсветка лучше остальных Ну да ладно В общем, если ты человек Который не хочет переплачивать За то, что тебе не надо И грязные маркетологи пихают тебе Как супер прорывная технология То не покупай Razer Следующая компания Не совсем про девайс Но тоже очень важная Для любого геймера И просто человека Который долго сидит за компом Это кресло И компания DxRacer Я всегда не очень относился К этому бренду Потому что Кстати, вот DxRacer Это интересная тема Потому что вот Касательно кресел Я попробовал многие кресла На самом деле И Блядь Кресло Ультра уебанские Единственное хорошее кресло Я купил у Razer По-моему за 60 тысяч Потому что у Razer Были кресла У которых не вот этот вот Кошзам ебаный На котором жопа потеет Постоянно Ну, блядь Как с любым игровым креслом Кто сидел тут знает У них не кожзам У них Этот Ну, типа, блядь Материал такой Ну, типа, шершавый Вот ты садишься На шершавый вот этот материал И тебе хорошо так И так по кайфу И у них плюс есть еще Вот эти вот XL размер кресел Вот чисто под мою жопу Ты так хорошо В этих XL креслах Тебе достаточно просто Затем на официальный сайт Посмотреть, какие материалы И как построено кресло Из чего оно сделано И понять, говно оно или нет Буквально, когда тебе продают кресло За 35 тысяч Вот эти кресла выглядят Жопа потеет Это как будто по нему пот стекает Абсолютно дефолтной формы С абсолютно дефолтными материалами Когда точно такую же У любого другого Менее известного бренда Будет стоить 25 тысяч Ты переплачиваешь десятку Ты переплачиваешь только за логотип Здесь было все супер очевидно И понятно Но оказывается не для всех И когда я стал стримером И начал в прямом эфире говорить Что говно, а что хорошо Люди, которые купили Это стали очень сильно недовольными Мне в прямом смысле Иногда доказывают люди То, что их кресло за 48 тысяч Хорошее И это премиальный бренд Который не разваливается При этом говоря Это на фоне демонстрации Собственно кресла Где видно Как оно уже просто потекло И насколько сильно оно продавливается То есть твои попи Будет не особо мягко В тот же момент Есть куча более бюджетных кресел С такими же материалами Ну например Зон 51 Киберпанк Просто извините Сам пользуюсь этим креслом И вот как видите Спустя почти 2 года Продавливание не будет Не, игровые кресла Это ультра наебка Происходит То есть пенка Все такая же крепкая Это наебка Людей на доллары Наебка населения максимально В момент покупки Попи будет приятно И потеков на коже У меня тоже нету То есть она не растягивается При этом вы можете заметить Такие маленькие точечки царапинки Это мои коты Можете просто пойти взять Удобное офисное кресло И сам еще такое Ну как бы у меня два огромных мейн-куна Иногда на него залазят И царапают Это понятное дело Это опять же лично моя особенность Но это даже хорошо Потому что это говорит о том Что даже при таких царапинах Кресло не продолжает рваться Растягиваться и плыть На секундочку Кресло DXRacer стоит 48 тысяч Кресло Киберпанк Стоит 30 тысяч То есть ты переплачиваешь 18 тысяч За более худшее кресло Просто Это лично пример со мной И с подписчиком Который не согласен Но ты можешь взять Любое кресло DXRacer И посмотреть его начальную цену Я просто открываю DNS Вообще самые топовые кресла Это кресла знаете Которые в кабинетах У всяких CEO стоят Такие блять Представительные кресла Знаете Такие классические DXRacer Сортирую по самым популярным Открываю якобы Самое популярное кресло Опускаюсь в отзывы И вижу вот это Тут человек уверяет Ну да Это кожзам ебаный Я ненавижу кожзам Это просто Ну это отвратительно выглядит Ну вот просто Вот это все еще И потом пропиталось Жопным потом блять Хуй я полностью ему верю Я знаю какого качества Это кожа Если вы не хотите Выкинуть среднюю зарплату Россиянина в помойку То ни в коем случае Не берите DXRacer Даже HyperXRacer На фоне вот этого дерьмеча Смотрится просто Ну не таким уж и дорогим А я вам объясню Почему так происходит В очередной раз Как ситуация с HyperX Очень агрессивным маркетинг DXRacer тратит очень много денег На рекламу А не на качество своих продуктов Сейчас не так охотно Потому что зачем Ведь о них и так все знают Но в свое время Где-то в восемнадцатом году У каждого стримера Я не менял хату Я просто ракурс поменял Видел кресло И именно DXRacer Каждый ютубер сидел Рекламировал кресло DXRacer Стоимость продукта Всегда вкладывается В стоимости рекламы Этого продукта Получается каждый раз Пробитая DXRacer Ты ее очень большую сумму Отдаешь просто За то чтобы о нем узнать Надо ли оно тебе платить Ну кстати да А стримеры как правило Говно рекламируют Поэтому я не стример Оздух лично мне нет Я бы чувствовал себя диким лохом Переплачивая вот за это Мы уже причислили 4 бренда И везде Зачем покупать офисное кресло Дед сидит на простой Деревянной табуретке Он любит Когда жопишь жестко Амм Ну как тебе сказать братан Сейчас я покажу ее Короче Вот это мой стул И типа Ну Блять сойдет Я хуй знает Есть контора Викинг Кресло тоже из велюра Делают Есть И кож за мной По ценнику Прям самый низ Низ металлический Я помню Дундук Или А Петя мне рассказывал Что Дундуку подогнали кресло Какой-то по-моему Русской компании Они короче Делают кресла Игровые У которых есть вентилятор Чтоб тебе жопа поддувала Чтоб жопа не потела Вот это топовая хуито Здесь сводится к тому Что просто очень дорого За ту качество Которое ты получаешь Но многие мне воскликнут Но фиспект Ведь мы платим за бренд За качество За какие-то еще штуки Ну где здесь качество Вот расскажите Где в HyperX В Razer Лаги течи Или Декс рейс Или качество Не знаю Насколько мне получилось Но весь ролик Падал доказать Что ты платишь Не за качество Как раз таки Наоборот Ты переплачиваешь За логотипчик А получаешь Качество Хуже Чем у аналогов Два раз дешевле Слишком большой ролик Получится Если я буду говорить Вам еще и об аналогах Но вы можете Посмотреть мои старые ролики Где группы Хорошие бренды Хорошие девайсы Ну и в скором времени Выйдет бнг 2023 года Также я ввязан Точнее для тех людей Которые уже обладатели Тех брендов Которые я сегодня Причислил Они в этом нет Ничего плохого Может быть по незнанке Может быть тебе подарили Мама там купила Например Да или банально тебе Насрать Просто пошел Магазин купил Пользуешься Оно работает И окей Таким людям у него Ноль предпенсий Но самый страшный класс А блять Ссори Я засмотрелся на видос Аудитория Так это очень доказывает Что их говно на самом деле Запахом лаванды А по вкусу Как роллы Филадельфия Такие люди рано или поздно Когда их товар сломается Они попользуются чем-то получше Поймут что И просто Слышали свою нелепую Покупку Я не знаю как этот Центром называется Но это очень часто Прослеживается в мире Техноблогинга Технодевайсов И так далее Когда человек покупает Откровенную дрянь Но потом с пеной рута Будет доказывать то Что на самом деле Это не такая дрянь Просто чтобы для самого себя Не выглядеть лохом Братан ты не лох Успокойся Сильная личность та Которая умеет признавать свои ошибки И если ты купил дресню По моему это отличный повод Записать видос Насколько твоя дресня На самом деле дресня А не доказывать в комментариях Как и спик не прав Кстати гигабайт полное говно Моя цель простая Я хочу чтобы люди жили лучше Чтобы хотя бы даже В такой маленькой сфере Как девайсы Потому что бронеты у меня Еще не закончились А вы ребята Пользуйтесь только лучшими девайсами Ну бля В принципе сойдет В принципе сойдет видос